Добрый день. Это программа «Мягкая сила». Гость программы Лилия Аракелян, доктор международных отношений, Университет Майами, Флорида, Соединенные Штаты Америки. Тема беседы «Внешняя политика Соединенных Штатов Америки на Южном Кавказе. Концепция новой системы безопасности в регионе». Доктор Аракелян, благодарна вам, что приняли мое приглашение и участвуете в нашей беседе. Я хочу задать первый вопрос. Каковы особенности внешней политики Соединенных Штатов на Южном Кавказе? Ну, во-первых, Мария, я хотела вас поблагодарить за приглашение. Большое спасибо. Политика США, внешняя политика США на Южном Кавказе отличается тем, что, во-первых, географически Южный Кавказ находится вне сферы интересов, можно так сказать, Америки. Потому что, я скажу так, где-то до 2015-го, до 2016-го года Америка воспринимала Южный Кавказ, ну, точно так же, какие другие страны, сквозь призму российской периферии. Почему я так говорю? Потому что, несмотря на то, что Советский Союз распался в 1991-м году, и, значит, мы знаем, что было несколько конфликтов, по крайней мере, на Южном Кавказе, где Америка участвовала в роли сопредседателя Минской группы наравне с Францией и с Россией. Но все же, если вы знаете, то Россия ввела ведущую роль, и даже в Минской группе, да, и Южный Кавказ считался сферой влияния, российского влияния. И на очень многих научных конференциях, на которые я участвовала, Южный Кавказ назывался все-таки российской периферией. Есть несколько пунктов, по которым великие державы вмешиваются или не вмешиваются в внутренний конфликт той или иной страны. Во-первых, это географическое расстояние, которое находится между великодержавой и страной, где происходит конфликт. Во-вторых, значит, экономический, политический или же стратегический интерес. И именно интересы. Именно по всем этим пунктам Южный Кавказ не входил, так сказать, в сферу интересов Америки. Ситуация изменилась после того, как на Мюнхенской конференции в 2007 году тогдашний и нынешний президент России Владимир Путин заявил о том, что международная система состоит, значит, международная система юниполярная, и состоит только из одного лидера, США. И Россия не допустит того, чтобы, значит, в международной системе был бы только один мастер, и который бы, так сказать, распоряжался бы, и который бы, значит, проповедовал бы свою, согласно Владимиру Путину, политику, значит, да. В связи с этим, значит, президент России сказал о том, что международная система должна быть мультиполярной, которая должна состоять, значит, из большинства стран. Да, это и есть мультиполярная система, когда международная система управляется не одним каким-то лидером, да, лидер может быть или же добрым, или же более, значит, таким гегемоническим, но когда международная система состоит из множества стран, у которых, значит, сфера влияния которых разделена. Значит, после этого, как мы знаем, в 2008 году была пятидневная российско-грузинская война, после которой Западу должно было бы стать понятно, что Россия довольно-таки серьезно относится к распространению, значит, и к восточному, значит, распространению НАТО, и вообще во вмешивание Евросоюза и Америки, так сказать, во внутренние дела и в сферу интересов России. В 2009 году, я немножко, чтобы объяснить политику США в Америке, я должна коснуться и Евросоюза, если можно буквально, значит, пару моментов. В 2009 году было создано это Восточное партнерство, в которое ходили шесть стран. Страны Южного Кавказа, это Азербайджан, Армения и Грузия, страны Восточной Европы, это Украина, Молдова, Белоруссия, значит, шесть стран. Армения должна была подписать, ну, все страны должны были подписать соглашение с Евросоюзом. К сожалению, Армения не смогла подписать, потому что Евросоюз поставил условия. Или же, значит, вы подписываете соглашение с Евросоюзом в плане Восточного партнерства, которое бы давало, значит, свободное передвижение людей, свободное передвижение товаров, но, однако же, страны Восточного партнерства не входили бы в Евросоюз, им даже не обеспечивался кандидатский статус, что очень важно. То есть все страны должны были предпринять политические и экономические реформы, ну и обязательно, конечно же, права человека тоже должны были учитываться в этих странах, что мы знаем в Белоруссии, в Азербайджане сложности, и, значит, довольно-таки авторитарные режимы. Но при этом странам Восточного партнерства не предоставлялся кандидатский статус. Армения не подписала, как мы знаем, это соглашение, Армения не отступила в Евразийский союз, только две страны среди стран Восточного партнерства подписали это соглашение, это была Грузия и Украина, но впоследствии Молдова тоже. И, значит, вплоть, я бы сказала, до 2014 года, когда был аннексирован Крым, значит, это все равно до сих пор Запад думал, что это лишь какие-то частичные конфликты. Они не видели большой картины. Картина состояла в том, что Россия считает, что, значит, ее интересы были попраны. Я должна коснуться того, что были предпосылки для этого, потому что после того, как Советский Союз распался, и, значит, Россия под предводительством Бориса Ельцина, который был президентом, Россия хотела вступить, как Ельцин высказался, даже в цивилизованный клуб, то есть он имел присоединиться к западным странам и к международным институтам. Однако Запад относился довольно-таки не только скептически, но и с подозрением, потому что сказывалась все-таки многолетняя история холодной войны. И поэтому западные страны, ну мы, прежде всего, говорим о США и о Евросоюзе, о странах Евросоюза, да, крупные страны, Германия и Франция, они не хотели видеть Россию, значит, наравне с ведущими странами мира, а хотели бы относиться все-таки к России, как бы к развивающейся стране. И вот поэтому с приходом Владимира Путина к власти, значит, эта тенденция изменилась. И вплоть, я бы сказала бы, даже после бархатной революции в Армении в 2018 году, конечно, которая приветствовалась на Западе и считала, что Армения становится продемократичной, но я должна сказать, что даже до этого Армения воспринималась как, значит, либеральная страна, особенно если сравнивать с соседствующим Азербайджаном, и с той же самой Белоруссией, и с той же самой Россией. Но все равно я не видела никакой, значит, такого более-менее установленного плана по отношению к Кавказу. И вот буквально летом в прошлом году, и как мы знаем, да, сентябрьская вторая Нагорно-Карабахская война, которая произошла в сентябре 2020 года после агрессии, военной агрессии Азербайджана, со стороны Азербайджана и Турции против непризнанной республики Арцах. И после этого мы все равно, мы не увидели никакого, значит, вмешательства, да, или, конечно, были декларативные выступления всех стран, потому что Америка наравне с Францией и с Россией, это сопредседатели, постоянные сопредседатели Минской группы, но ничего не шло после декларации. Да, да. Республика Арцах и против самой Армении. Да. Значит, после того, после блокады Лачинского коридора, которая началась в декабре 2022 года, и буквально, значит, в прошлом году до сентябрьской агрессии против непризнанной республики Арцах и, значит, этнической чистки, которая произошла в итоге, и исход более 100 тысяч коренных жителей Нагорного Карабаха армян со своей родины, буквально за несколько месяцев, несколько недель происходили заседания в Конгрессе, в американском Конгрессе. Я даже приведу такой пример, значит, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, бывшая Юрия Кин, она заявила в Конгрессе во время слушания, что Госдеп, Госдепартамент не допустит насилия по отношению к Армянам Нагорного Карабаха. Что мы знаем, насилие произошло. После сентябрьской агрессии, я бы сказала, что отношение Запада, не только Америки, но и Европы, поменялось к Азербайджану, потому что до этого к Азербайджану Запад относился так же, как относился и к России после аннексации Крыма. То есть, да, они понимали, что все-таки Азербайджан — это авторитарное государство, но в то же время Западу выгодно было, значит, иметь сделку с Азербайджаном, потому что особенно после начала военных действий против Украины со стороны России, после Украинской войны, значит, Азербайджан, хотя не мог полностью заменить все энергоснабжение, которое Россия предоставляла, но частично, значит, Азербайджан выступал в роли энергетического партнера для Европы. Значит, после сентябрьской агрессии, я говорю о 2023 году, мы увидели более-менее серьезные какие-то сдвиги в политике США по отношению к Южному Кавказу, но хотя, опять-таки, надо понимать, что политика Америки по отношению к Кавказу, внешняя политика, она происходит по сфакту, то есть вся политика была направлена не на предотвращение агрессии, потому что об этом говорилось во время конгрессового заседания, о которых я говорю, значит, выступали эксперты, они говорили о том, что предстоит этническая чистка, во-первых, но и блокады сама, да, это что такое, она предоставляла фактически людей, морили голодом все эти месяцы. И, значит, вот после уже самой сентябрьской агрессии, значит, мы увидели какие-то более или менее решительные шаги, я назову буквально два законопроекта, которые были, значит, представлены в Конгрессе. Один, Палаты представителей, он, значит, акт о предотвращении этнических чисток и злодеяне в Нагорной Карабахе. И второй в Сенате, значит, который был принят Сенатом единогласно 16 ноября 2023 года. И законопроект, это акт 2023 о защите Армении. Он был выдвинут сенатором Герри Питерсоном, который приехал в Армению после сентябрьской агрессии против непризнанной республики Арцах. И Герри Питерс, он также является председателем очень влиятельной сенатовской комиссии по национальной безопасности. То есть я должна сказать, что вот это достаточно серьезный законопроект, который был принят. И буквально в двух словах я объясню, в чем заключается важность этого законопроекта. А в том, что на два года, значит, Конгресс предусматривает запрет на поставку оружия США Азербайджану в течение двух лет и запрещает президенту приостанавливать действия 907-й поправки, как-то защиты свободы, которая запрещает оказывать военную помощь Азербайджану. Но мы знаем, что каждый год, значит, Конгресс все-таки, президент все-таки отменяет, обходит, не отменяет, а обходит эту поправку в плане исключения. То есть сейчас этот законопроект предоставлен в палату представителя. После этого, если он пройдет так же, единогласно будет утвержден, он уже идет на подписание к президенту и становится законом. Лили, по-вашему, как вы можете охарактеризовать нынешнюю систему безопасности в регионе? Какой она состояла сейчас, эта система? Ну, я бы сказала бы, что, конечно же, ситуация очень серьезная, как мы видим. Никакой системы нету в данный момент. То есть что происходит? Россия, если до этого поддерживала Армению. И я сразу должна сказать, что как политолог, в политологии мы придерживаемся следующего, что у государства нет друзей или врагов, у государства есть национальные интересы. То есть если до этого национальные интересы России совпадали с союзником Армении, который входит и в Евразийский союз, и в ВДКБ, как мы знаем, Грузия, Азербайджан не входит, не в один из этих институтов, то в какой-то момент России, а не в какой-то момент, а я бы сказала бы с момента создания Евразийского союза, значит, Владимиру Путину нужен был Азербайджан с его богатыми энергетическими ресурсами. Хотя ни Азербайджане, ни Грузия не вошли в Евразийский союз, они смогли противостоять все-таки российскому влиянию. Ну вот с этого момента я еще предсказывала в 2016 году, что Россия попытается применить как бы свою политику кунутая пряника по отношению к Азербайджану, ну и пряником окажется, конечно, Нагорный Горобак, потому что это была единственная карта бланш у России, значит, против Азербайджана. И многие предсказывали, в том числе я писала об этом в своей книге «Российская внешняя политика в Евразии», о том, что предложится какая-то часть Нагорного Горобака для того, чтобы Азербайджан вступил бы в Евразийский союз. Ну, как мы видим, значит, система безопасности поменялась. Многие говорят после Бархатной революции, да, 2018 года, которая произошла в Армении, но мы видели уже и до этого, потому что несмотря на… И я сразу скажу о том, что, значит, мои выступления на многих международных конференциях, я помню, что у нас было выступление в Торонто, и ко мне подходили представители Евросоюза, и они говорили, тогда еще президентом Армении был Серж Саркисян, и они говорили о том, что Армения являлась одна из активных стран, бывшего… не бывшего, я извиняюсь, восточного партнерства, которое очень активно внедряло и политические, и экономические реформы по сравнению с другими странами. То есть это было достаточно, и они все были удивлены, и мне все задавали вопрос, я сама была удивлена, когда, значит, ну, было понятно, что было оказано, значит, давление на президента Армении, чтобы Армения вступил в Евразийский союз, но, опять-таки, это потому что Евросоюз, ну, точно так же, как до этого США, не учитывали весьма, значит, не учитывали структуру, не учитывали историю, не учитывали политику экономическую, да, и систему безопасности, которая существовала не только на Южном Кавказе, но и в Средней Азии, но и в Восточной Европе. То есть вот такая политика, как или-или, или выступать, или вы подписываетесь в соглашение с Евросоюзом, да, или вы становитесь полностью прозападной страной, или же, пожалуйста, выступать в Евросоюз и становитесь пророссийской страной. Такая позиция, она, значит, абсолютно нелогична и очень опасна, как мы убедились, для стран, которые находятся в этом регионе. Да, то есть должны учитываться, конечно же, местные особенности, и история должна учитываться, и география, естественно. То есть, вот, значит, и уже во время Сержа Саркисяна, даже после того, как Армения вступила в Евразийский Союз, все-таки был подписан, значит, хотя не соглашение в плане Восточного партнерства, но было подписано соглашение о налаживании связи между Евросоюзом и Арменией. То есть, я так думаю, что уже, значит, система безопасности в регионе стала меняться вот именно в создании Евразийского союза. Но мы должны учитывать, конечно, и аннексацию Крыма, и мы должны учитывать то, что все-таки, я, например, так считаю, что в 2020 году Азербайджан был использован как прокси Турции, потому что Турция, значит, также, у Турции также достаточно политика экспансионизма, как мы знаем, да, и создание с приходом к власти Эрдугана и создание тюркского государства. То есть, обязательно надо учитывать влияние всех великих держав и их интересы, их интересы в регионе. То есть, если бы не совпали бы интересы России, Турции, Азербайджана в 2020 году, я не думаю, что, значит, непризнанная республика Нагорная Карабаха перестала бы существование в январе 2024 года. Теперь, а какова же роль Армении, да, вы меня можете спросить, хорошо, допустим, великие державы, у них свои интересы, ну, почему такие страны маленькие, как Катар, допустим, или Сингапур, да, они могут как-то лавировать между всеми этими великими державами и сохранять свою независимость и сохранять свою независимую внешнюю политику, да? Вы меня можете спросить, а почему же это не удалось Армении и не удается? Во-первых, а потому что надо, я должна сказать следующее, я хотела бы поговорить о такой, о таком курсе, который, о такой политике, которая существует в политологии, она называется, ну, на английском она называется palace of appeasement, а на русском можно перевести как соглашательская политика. То есть мы знаем, что сейчас у нас в регионе используется политика империализма со стороны и России, со стороны и Турции, и я считаю, что Азербайджан Турция использует как прокси, и можно сказать, что Россия тоже. Значит, и в чем заключается эта соглашательская политика? Когда 26 лет Армении пыталась сохранить статус Кво Нагорного Карабаха, и как мы знаем, велись многочисленные переговоры в формате Минской группы, которые, к сожалению, ни к чему не привели, потому что ситуация была очень сложная, и кого-то обвинять будет неправильно, я считаю. Но также надо сказать о том, что сам и сопредседатель Минской группы, они не были заинтересованы по разным причинам в решении этого конфликта. Это тоже надо сказать. И, значит, что такое соглашательская политика? Она с целью умиротворения агрессора применяется, и оттягивания неминуемого вторжения. То есть я считаю, что сейчас на Южном Павказе Армения ведет именно такую соглашательскую политику. Политика империализма и статуса Кво – это два фундаментально разные курса в политологии. Если вот такую политику, это компромиссов и соглашений, которые, значит, были в течение 26 лет, можно соблюдать, когда в регионе существует статус Кво, политика статус Кво, то когда в регионе существуют империалистические чаянии, а как мы видим, в регионе существуют империалистические чаянии не со стороны одного государства, а со стороны трех, то в этом случае соблюдать соглашательскую политику, или, я опять говорю на английском, эта политика называется «a palace of appeasement», это очень опасно. Я объясню, почему. После начала военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха и Армении в сентябре 2022 года, что положило начало империалистическим чаяниям Турции через прокси Азербайджана, стало ясно, что у Анкары главное желание было изменить расклад сил в регионе. Но мы все увидели, что Турция больше века отсутствовала в регионе, не играла такой решительной роли, которую она играет сейчас. С поддержкой при этом России, давайте это тоже фиксировать. Да, да, но как я и отметила, это потому что национальные стратегические интересы России и Турции совпали в 2020 году, и я, например, как политолог, ну, очень много об этом писала и выступала, я считаю, что все-таки военная агрессия против Украины уже была, уже планировалась тогда. Если, значит, и России, и Турции, и Азербайджану было достаточно 44 дня для того, чтобы Армения подписала капитуляцию в ноябре 2022 года, и соглашение, которое было нарушено много-много раз со стороны самого Азербайджана, и которое было, значит, Россия выступила инициатором, мы все помним знаменитую фразу Владимира Путина, что зачем мне читать это соглашение, я сам его писал. Да. Но при этом, значит, как вы, наверное, знаете, что руководство России никогда не обвиняло Азербайджан нарушение каких-либо пунктов этого соглашения, и даже вот последнее против сентябрьской агрессии 2023 года, мы все равно не услышали оценки действия Азербайджана со стороны России. Обвиняется Армения, обвиняются страны Запада, да, значит, но не... А как, значит, посредник, Россия должна была дать оценку нарушения ноябрьского 2022 года со соглашения. Конечно, говорится о том, что сам премьер-министр Армении признал Нагорный Карабах в составе Азербайджана, это во время Пражской встречи, значит, и потом, впоследствии, Брюссельской, но надо учитывать, что давление, которое оказывалось на Армению со стороны и Евросоюза, и США, а я об этом уже говорила, потому что каждое государство или каждый в случае Евросоюза международный государство, оно учитывает свои собственные интересы. Для Запада сейчас самое главное – это вытеснить Россию из Южного Кавказа. Но, как мы увидели, даже после того, как перестала существовать непризнанная республика Нагорный Карабах, Россия все равно остается российскими ратуржескими войсками, они остаются в Нагорном Карабахе, и уже мы услышали, значит, заявление российской стороны, что это будет между Азербайджаном и Россией решаться, остаться или нет, но факт остается фактом, что пребывание России на Южном Кавказе, меж тем, после того, как премьер-министр Армении признал Нагорный Карабах в составе Азербайджана, Россия все равно продолжает оставаться на Южном Кавказе. И я буквально закончу насчет политики империализма, потому что это очень важно. Значит, мы увидели изменение расклада сил после окончания второй Нагорный Карабахской войны в 2020 году, и мы увидели, что в результате трехлетних уступок и компромиссов нынешнего армянского правительства насколько ситуация усугубилась. Это и есть последствия вот этой соглашательской политики, о которой и говорится в школе реализма политологии. Значит, политики империализма, что должна делать страна, например, такая, как Армения, если она находится под угрозой экспансионизма враждебных соседних стран. Политика империализма должна противостоять политика сдерживания, которая на английском называется containment, который происходил во время Холодной войны. То есть, что делал Запад? Он сдерживал распространение коммунизма и советского влияния в Европе. Ну, уже другого дела, что благополучно или нет, мы уже об этом и не говорим. Но политика сдерживания имеет цель сдержать агрессию, экспансию или прочее нарушение статуса КВО со стороны империалистической нации. А я уже сказала, что у нас в регионе, значит, три империалистической нации. И политика сдерживания воздвигает стену, невидимую, как, например, раздел между советским влиянием и западным миром в 1945 году, или действительную, например, как, например, Великая Китайская стена. Соглашателю, да, то есть в этом случае я имею в виду ту страну, которая постоянно соглашается на все условия агрессора, да, в нашем случае это Армения. Соглашателю кажется, что требования империалистической стороны или агрессорской стороны, да, ограничиваются очередным требованиям. Ну вот уступим, допустим, да, и все, и закончится. Их выполнение несет за собой решение проблемы. Он не видит, что эти требования являются чередой требований, имеющей под собой одну цель – изменение статуса КВО. И мы видим, что тихо-тихо это и происходит в регионе. И буквально, значит, мы знаем пример Германии, да, в 1935 году, когда страны, страны-победительницы в Первой мировой войне, они пытались, значит, применить вот эту политику, соглашательскую политику по отношению к Германии, но все равно и была отдана Чехословакия, и Польша, и аннексирована была до этого Австрия, но все равно это не сдержало империалистические отчаяния нацистской Германии. Доктор Аракеля, я к чему? Вопрос в том, что армянский народ видел крупный геноцид в начале прошлого века, и, казалось бы, штаты в лице, по крайней мере, его президента Байдена признала геноцид. И, казалось бы, на фоне геноцида, когда Армению окружают геноцидальные государства, как Турция или Азербайджан, и давайте не забудем даже 1921 год, Московский договор, Карский договор, решение большевиков передать Большой Карабах Азербайджану, чтобы потом в 1923 году на маленьком куске создали НКО. То есть, как может государство, которое, казалось бы, определяется в своих интересах также и правами человека, категориями справедливости, исторической справедливости, как может не заметить, что такая маленькая страна, как Армения с Арцахом, не могли противостоять такому большому тандему Россия-Турция-Азербайджан. И нисколько не поддержали. То есть, мало того, Трамп буквально не скрывал, что дает согласие на военную агрессию против армянства, и в дальнейшем они никак не смогли и, не кажется, не хотели как бы сдерживать агрессию и российской стороны против Армении, также и турецко-азербайджанского тандема. Ну, знаете, Мария, у меня нет сведения, что Трамп давал согласие на агрессию против армянства, но я, как сказала, внешняя политика Трампа отличается от внешней политики, допустим, президента Байдена. В том, что, ну, как мы знаем, вот недавно состоялась Меховская конференция, и буквально вице-президент Америки Камала Харрис, она заявила о том, что Америка будет продолжаться, являться лидером, да, мировым, и поддерживать продемократичные государства Украина, Армения тоже входит в их число. То есть, на момент, когда Трамп был президентом, Америка в своей внешней политике все-таки соблюдала позицию изоляцию, да, изоляционную политику, скажем так. То есть, она не вмешивалась, мы знаем, в мировые конфликты, которые ее не касались. То есть, потом, вы говорите о том, что надо еще учитывать то, что да, вы правы, в непризнанной республике Арцах она была демократичным, непризнанным государством, где происходили выборы. Мы знаем, что в Азербайджане в течение 30 лет правит одна семья, и вот недавно в феврале прошли выборы, которые не были свободными, естественно, да, и международные организации, такие как Amnesty International и Freedom House, значит, они все, и Human Watch, они все заявляли о том, что в Азербайджане попираются права человека, мы знаем, что оппозиционные лидеры или же сидят в тюрьме, или же если они за границей, то они преследуются. То есть, да, об этом известно, об этом говорится. Азербайджан постоянно получает очень низкие баллы в планах по правам человека. Но при этом, как всегда, я поэтому еще раз повторю эту фразу, что у государства нет друзей или врагов, есть национальные интересы, да, но Евросоюз вот сейчас выгоден. Соглашение, которое было подписано с Азербайджаном, чтобы получать энергетические ресурсы. Скажем так, Германия в свое время, до начала войны России против Украины в феврале 2022 года, Германия импортировала 40% энергоресурсов из России. Как мы знаем, два проекта, которые должны были закрыть, да, достаточно важные энергетические. То есть Европа, Америка нет, естественно, Америка не пострадала от санкций, которые были введены, потому что все-таки, а Европа пострадала от санкций, которые были введены против России потом. То есть, если вы говорите, если бы мы жили бы в идеальном мире, то, конечно же, да, увидели бы, что Нагурн-Карабах заявил о своей независимости тут же после распада Советского Союза, то есть это было на основе самоопределения нации, которая была записана в Конституции СССР, и которая также входит по ООН, значит, тоже, да, статья также, нации имеют право на самоопределение, Косово получило это право, Нагурн-Карабах не получило этого права. Почему? Это уже зависит от нашей дипломатии, это уже зависит от интересов великих держав, да, то есть, ну, и так же, вы понимаете, вот то, что вы сейчас говорите, это было бы все в идеальном мире, но мы не живем в идеальном мире. Мы живем в мире, в реальном мире, в мире реализма, где каждое государство преследует свои интересы. Скажите, пожалуйста, в этом контексте, как оценивает Запад отношение Алиева к международному праву, судебным процессам, требованиям, и вообще всему Западному, ведь он периодически не случайно показывает свой кулак, и в сторону Запада тоже. Да, ну, вы понимаете, вы понимаете, я уже опять, я это повторюсь, да, ну, международные структуры хорошо, но пожурят они его, да, вынесут еще какую-то санкцию. Вот посмотрите, сколько времени используются санкции против России. Война на Украине, все оно продолжается. Поэтому я говорю, что каждая страна должна следовать политике, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Когда Россия напала на Украину в феврале 2022 года, то Америка предложила Зелинскому послать самолет, чтобы он выехал из Киева. И Зелинский тогда сказал, что мне самолет не нужен, пришлите мне оружие. То есть долгое время я… Еще я хотела бы отметить тот факт, что нету такого понятия, как коллективный запад. Вот очень принято в странах бывшего Советского Союза использовать эту терминологию, как коллективный запад, нету. В самой Америке существуют различия между республиканцами и демократами. В самой Европе существует различия между политикой Германии и Франции, политикой Венгрии, допустим, да, или Польши. То есть надо учитывать, что у всех стран есть свои национальные интересы. И международную структуру, как до сих пор мы успели это заметить, вот вы знаете, что после сентябрьской агрессии в Нагорном Карабате, да, приехала комиссия ООН, увидели, они сказали, что мы ничего не заметили, мы не увидели ни убийств, мы не увидели ни разрушений, да. То же самое представители России заявили, что представители России, они заявили, что нет фактов того, что на самом деле произошла этническая чистка в Нагорном Карабахе. То есть, значит, Алиев не первый руководитель страны, который игнорирует решения международных институтов и международных организаций, продолжает делать, что он считает нужным, потому что за его спиной стоит Турция. Да, мы знаем, что Турция – это вторая армия в НАТО. И также Россия, также им пользуется поддержка России. А почему бы и нет? Против России тоже вводят санкции. И очень интересный факт. Я хочу все-таки отметить, что во время 2020 года войны президент России заявил про Сумгаид. Давайте не забыть, вот мы в феврале, сегодня 19 февраля, и 26 по 29 февраля 1988 года был геноцид в Сумгаиде. Когда была встреча с Полиной Шапошниковой, она адвокат процесса Сумгаида, она сказала, если бы там убили даже одного человека за то, что они убили за национальную принадлежность, это геноцид. И давайте сказать, что президент России три раза в течение октября и ноября напомнил про Сумгаид. Такое ощущение, что Сумгаид не происходил в советские годы. То есть такое ощущение, что президент Российской Федерации не чувствует свою ответственность за то, что произошло в Советском Союзе, хотя нынешняя Россия удачно пользуется как правоприемник и продолжитель Советского Союза. И с армянской стороны тоже никаких откликов. Никто не напомнил президенту России, что ответственность за Сумгаид лежит и на правоприемнице Советского Союза, на Российской Федерации. И в этом контексте, как вы считаете, ведь сейчас мы в Армении чувствуем новые угрозы геноцида уже над Республикой Армения. есть ли необходимость новой системы безопасности и какова должна быть роль Армении в этой системе безопасности? Спасибо, Мария. Да, я хотела бы отметить, что, конечно же, и сумгаидские события в феврале 1988 года, и бакинские события, которые произошли, погромы армян Баку в январе 1990 года. И, естественно, они не получили должную оценку, хотя сумгаидские события получили большую огласку, скажем, чем погромы армян в Баку. Естественно, но в этом также и наша вина, потому что в политике есть такое понятие, как public diplomacy, то есть это публичная дипломатия, я так переведу, это когда существуют контакты государства иностранного, с народом другого государства, ну, например, чтобы вам было более наглядно, радиовещание, голос Америки в советское время, вы это, наверное, знаете. Значит, когда было вещание, и несмотря на все помехи, все равно Америка продолжала вещать, чтобы достучаться до простого советского гражданина и объяснить, что происходит, какова эта вот советская, армянская система, вот, я не вижу такого, даже и ни при каком режиме в Армении, я не видела, чтобы велась такая работа, ну, понятно, что есть ограничения, поэтому должно быть, естественно, единение армянской диаспоры на Западе и армян в Армении, да, и по всему миру, для того, чтобы все-таки объединить усилия, проводить политику и проводить дипломатию, то есть стучаться во все двери, говорить об этом, естественно, если мы сами замалчиваем об этих фактах, да, вот посмотрите просто сейчас, геноцид, вы правильно сказали, это государственная политика, которая происходит, значит, уничтожение людей на их этнической, расовой основе, что произошло и в Сумгаите, и в Баку, и произошло, и в Нагорном Карабахе, и происходит сейчас в Армении, да, это геноцидальная политика, она продолжается, к сожалению, но мы не должны молчать, мы должны использовать дипломатию, мы должны стучаться, и биться во все двери, объяснять, что так и происходит, то есть, я вам просто приведу такой пример, геноцид в Руанде, да, в 1994 году, потому что я его очень часто использую на своих курсах, которые я преподаю, и, как мы знаем, мировое сообщество тоже не откликнулось, войска ООН стояли в Руанде, они не вмешались, значит, когда происходил геноцид, то есть, только после уже окончания убийств, да, это предалось огласке, да, конечно же, он все-таки признал свою вину, да, была дана оценка происходящему, но все равно, вот то же самое, я сейчас чувствую, происходит у нас, в регионе, да, я имею в виду на Кавказе, происходит то же самое, то есть, должна была, должна, само правительство не дало четкую оценку того, чего произошло на Горном Карабахе, что мы можем требовать от международных организаций, что мы можем требовать от Америки или от Европы, если во время заседания безопасности Союза безопасности ООН, когда Арарадмир Зоян выступал и говорил, что в этот момент на Горном Карабахе происходит погро этнические части армян, азербайджанская сторона ответила, что за два часа до этого премьер-министр Армении заявил, что не происходит никаких, что угрозы армянскому населению на Горном Карабахе нет. Что мы можем требовать от других, если мы сами не несем ответственности и мы сами не даем четкой оценки того, что произошло и в Азербайджане против армянского населения в 90-е годы, да, и вот, что произошло сейчас на Горном Карабахе, что происходит против суверенной территории Армении. Пожалуйста, такой последний вопрос, как бы, все-таки, какую систему безопасности вы видите, и где роль Армении в этой системе безопасности, и на этом завершим нашу беседу. Конечно, я думаю, что Армения должна все-таки пересмотреть те организации, да, по системе безопасности, в которые она входит, потому что, ну, пересмотреть не в том плане, чтобы разорвать отношения, то есть, я считаю, что такие категоричные меры все-таки, они неуместны, потому что, несмотря на все, Россия является, да, Россия продолжает быть серьезным игроком, актером на территории Южного Кавказа и вообще и в регионе, в постсоветском пространстве, но в то же время Армения должна вести умную политику, налаживать отношения, значит, с другими международными организациями, в том числе, включая и НАТО, и Евросоюз, вот сейчас мы видим, есть какие-то сдвиги, да, в плане Евросоюз тоже подписывает новые соглашения, мы знаем, что Молдова, Грузия, Украина стали кандидатами, странными кандидатами в Евросоюз, Армения тоже должна к этому стремиться, то есть Армения должна вести многовекторную политику, но при этом, при этом, Армения должна иметь свою собственную армию, Армения должна быть сильной для того, чтобы, вы посмотрите, как ведет себя, значит, очень умно Грузия, да, Грузия не портит отношения с Россией, Грузия является, как я сказала, странной кандидатом сейчас в Евросоюз, у Грузии прекрасные отношения с Турцией, с Азербайджаном, но, естественно, в Грузии не было таких конфликтов, которые были у Армении, но в то же время, можно сказать, о многовекторной политике, но при этом, страна должна быть сильной, у страны должна быть сильная армия, то есть рассчитывать на кого-то, кто придет, тебя спасет, как мы увидели, этого нету, я поэтому привела случай и Катара, и Сингапура, да, потому что у этих стран, они сильные изнутри, я говорю и во вооруженных силах, да, я говорю и экономики, то есть армия не должна рассчитывать, вот это состояние, когда сидишь и ждешь, что тебе кто-то поможет, да, никто не любит слабого, ни в политике, ни в жизни, то есть Армения должна говорить с позицией силы, к сожалению, пока я не вижу, что как-то система безопасности поменяется, вот вы говорите о том, пока существуют диктаторские режимы в Азербайджане, в Турции и в России, и к сожалению, получилось так, что Армения, значит, имеет добрососедские отношения с Ираном, ну и сейчас мы знаем в связи с войной на Ближнем Востоке, Америка противостоит, да, и Ирану через Пракси, Хути, и, значит, Россия также является оппонентом Америки, то есть Армения и вообще все южнокавказские страны находятся в достаточно сложной ситуации, но если при этом Азербайджан нашел себе защиту в роли Турции и России, Грузия использует многовекторную, и не забывайте о том, что когда в 2008 году произошла вот эта пятидневная война, Запад также не помог Грузии, Грузия осталась тоже один на один с Россией, то есть это послужило ее уроком, что не надо портить отношения ни с кем, но при этом соглашательская политика не должна, мы не должны говорить с позицией слабости. Спасибо большое, на этом завершим нашу беседу, а я напомню, что я беседовала с доктором международных отношений университета Майами Лилия Аракелян. Спасибо, до свидания.